Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Алексей Пирогов предложил Даше Сухорученко сходить на свидание, поскольку девушка страдает без пары. Но она согласилась только при условии, что они пойдут вместе с Женей Перец. Все это странно, потому что Перец рассказывает о Пирогове, словно о совсем другом человеке, внимательном и любящем. Сначала он устроил ей свидание в честь заселения в ВИП-дом. Затем Женю ждал другой сюрприз. Утром я спустилась из нашей комнаты по лепесткам роз и пришла к завтраку. На завтрак у нас были роллы. Спасибо, мой хороший, хочу завтрак каждое утро. На поляне идут разговоры, что скоро здесь появится пара Марины Африкантовой и Андрея Чуева. Вроде как они снова вместе, и более того, выяснилось, что Марина всех водила за нос, что ссора с Чуевым и новые отношения с Ваней были не настоящими. Также Марину и Андрея видели гуляющими по торговому центру. Многие уже не сомневаются, что они просто разводили зрителей. Наталья Бичан подала в суд на ребят, на Донцову, Абрамсон, Барзикова и Иванова. Посадили только Барзикова на сутки. Ребята не захотели вылезать из постели и не появились на занятиях, а Тата даже обругала Бичан матом. Денис Козлович не ответил взаимностью на симпатию бывшей участницы проекта Светы Торбо, которая рассталась со своим мужчиной и пишет посты о том, как сильно ей нравится Денис. Козлович хочет все-таки быть вместе с Майей Донцовой. Хоть мы с Майей и в ссоре, но мы обязательно помиримся. Прошу не приписывать меня к каким-либо другим девушкам. И вот уже Денис и Майя проводят время вместе, они сходили на показ сериала. Ольгу Жемчугову будут судить. Завтра меня судят за холодные отношения к мужу, что не закатило скандал, когда он поехал с Ермаковой в Саранск, а со спокойной душой отпустила его. Муж был в своем репертуаре. Его фраза «Если бы я перестал флиртовать и общаться с другими женщинами, то жизнь с тобой была бы невыносима» сразила меня на повал. Значит, я плохая жена. Глеб вел себя плохо в Саранске. Он троллил жену, был замечен в переписке с девушкой и зачем-то снял с карточки 150 тысяч рублей. Андрей Черкасов познакомился с дочкой Саши Гозиас и Ильи Крадкова. Очень трогательный момент. Маленькая очаровательная принцесса София сегодня гуляла вместе с папой и с мамой. К сожалению, после развода у ребят это происходило редко. Илья Ебаров опубликовал фотографию с новой девушкой. «А может, я ее люблю?» – подписал он этот снимок. На острове идут дебаты о свадьбе Ольги Рапунцеля и Димы Дмитренко. Мама Оли за свадьбу, а мама Димы не хочет и плачет. Дима же считает, что мама ревнует его к избраннице. Катя Жужа тоже отправилась на Сейшелы. Там будут сниматься новости Дома-2. Ксения Бородина прокомментировала разрыв отношений с мужем. «Причин расставания много. Самое главное – то, что он ей часто изменял. Это произошло даже за 10 дней до родов», – Ксюша пишет. «Я думала, что он сможет быть любящим мужем и заботливым отцом. Ночь 12 декабря я запомнила на всю жизнь. Мой муж пришел в 7 утра домой с очередной тусовки, а мне оставалось 10 дней до родов. Все, что написано про измену – это чистая правда, и я об этом узнала. Я жила в розовых очках, была беременна и верила своему мужу. Думала, вот родится Тея и закончатся его тусовки. Он возьмет на руки дочь и образумится. Но этого не произошло. Когда-нибудь я расскажу всю правду. А пока я хочу сказать, что неважно, сколько у вас детей и браков, главное – оставаться преданной самой себе». Даша Пынцер написала пост в поддержку Бородиной. «Не переживай, малышка, твои слезы вернутся твоим обидчикам, и все будет хорошо». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok